на канал языке от подсказки вопрос как перестать страдать от измены мужа можно ли не страдать когда изменяет муж или изменил муж конечно невозможно это в любом случае страдания тяжелое тяжелейшие страдания тяжелейшие вопрос как пережить и страдания как страдать так чтобы эти страдания не разрушили жизнь не разрушили душевное здоровье но и физическое том числе не помешали духовной жизни помогли даже в духовной жизни вот это самое главное ну во первых когда случается вот такая трагедия надо понимать что в общем то проблема главная проблема даже не у тебя что ты страдаешь а у человека который согрешил даже не страдает так и не понимает до конца что произошло но тем не менее он находится в худшем положении и где-то помолиться за него и отнестись не как человеку нездоровому который болен такой блудной зависимостью всегда будет великодушно тут требуется высота души чтобы преодолеть и преодолеть вот это вот это страдание чтобы они не разрушили душу надо чаще быть великодушным надо возвышаться а не принижаться не воспитывать вся комплекс неполноценности тут я никому не нужная одинокая так далее нет помнить всегда о том что не для этого я столько времени трудилась и играет лица женщина да предположительно и жила и выполняла то что должна выполнять и несла кресло и так далее чтобы немощь у другого человека я разрушилась и моя жизнь вдруг остановилась такого быть не должно жизнь имеет разные этапы бывают это легкие бывают радостные бывают трудный бывают пытав скорбных испытаний и все это нужно пережить жизнь не закончилась она только начинается начинается просто в другом аспекте она поменялась не по моей может вине даже а по вине другого человека и мне нужно принять это эти изменения которые не от меня зависят принять их можно только в одном случае если быть богом без бога это невозможно это просто человечески невозможно никак это не несовместимо с обычной логикой с обычной жизнью но с помощью божьей возможно все и если мы стремимся духовную великодушию если мы стараемся возвышаться над тем плоским земным привычным чаще бывать с богом именно духовно относиться ко всему что происходит рядом с нами вокруг нас вот тогда мы сможем перетерпеть самый трудный острый период потом становится полегче потом приходит помощь божия очевидно но никогда не надо терять границы своей личности никогда не надо терять самый главный цель в жизни самый главный цель на жизни чтобы муж пришел вернулся и так далее это очень важно но не это главное а главное не потерять благообщение не потерять себя не потерять основное направление своей жизни не потерять основное предназначение своей жизни своей жизни быть христианкой быть матерью и в конце концов господь говорит сия бы есть воля божия святость ваша господь нас к святости призывает вот это самое главное все о чем мы говорим это очень трудно это легко об этом говорить на эти как преподаватель мистер русского что советовать это как камушки с колокольни бросать а выполнять это как наоборот камушки забрасывать на колокольни это очень сложно но нужно так делать нужно нужно постоянно настраиваться на духовный лад именно так с таким напряжением можно все преодолеть вспоминая что господь пострадал на эти как народ народе говорили что бог терпел и нам велел и мы тоже будем приносить страдания как добрые войны господа иисуса христа вот как и сказано апостол упала приноси страдания как добрый воин господа иисуса христа иисуса христа